Основной задачей территориальных центров социального обслуживания населения является помощь незащищённой категории граждан. К ней относятся многодетные семьи, пожилые люди, а также инвалиды. Именно этим людям волонтёры уделяют особое внимание, поскольку проявление заботы и помощь нуждающимся является очень важным критерием для сохранения качества жизни. Волонтёрство, в частности волонтёрство БРСМ, очень важно, так как не могут специалисты территориального центра охватить все категории и помочь всем нуждающимся людям. Поэтому волонтёры важны в контексте работы и оказания социальных услуг, различных мероприятий, содействия в организации этих мероприятий и само сопровождение в виде даже физической помощи в преодолении каких-то препятствий, либо справочной информации в сопровождении того же мероприятия. В семинаре, проводимом в Территориальном центре социального обслуживания населения Московского района, приняли участие командиры всех волонтёрских отрядов города Бреста и Брестского района, а это около 50 человек волонтёрского движения «Доброе сердце». Ребятам рассказали о том, какие существуют психологические методы взаимодействия с различными категориями людей, инвалидами-колясочниками, а также с людьми с нарушениями зрения и слуха. В процессе проведения мероприятия можно было узнать много важного и полезного для дальнейшей волонтёрской деятельности. Совсем недавно, буквально пару недель назад, у нас проходил конкурс «Новый статус», где были задействованы люди с инвалидностью по зрению. И вот тогда мы поняли, что есть необходимость, что ребятам тяжело взаимодействовать, так как они не каждый день работают с людьми с особенностями, что им необходимо обучение и наша помощь. И вот именно для них мы сегодня решили провести такой небольшой семинар, где мы покажем, и они, можно сказать, на своём опыте поймут, что это такое и как тяжело людям без особенностей по зрению. Важная часть семинара – награждение лучших волонтёров. Это 20 человек, участвующих во всех проводимых мероприятиях и неравнодушно относящихся к людям, нуждающимся в их помощи. Они активно сотрудничают со многими организациями и всегда готовы подставить своё плечо. У нас достаточно много различных проектов, от благодарительных концертов, благодарительных встреч до помощи и беженцам из Украины. Мы помогали совместно с Красным Крестом и собирали определённые номинования, продукции и так далее. Поэтому нужно быть добрым, а чтобы добрым, нужно быть добрым ещё и профессионалом. Поэтому такие семинары и проводим. Работа волонтёров – это не только нужное, но и по-настоящему интересное и увлекательное занятие. Именно поэтому в учреждениях высшего и среднего специального образования ребят привлекают к этой деятельности ещё с первого курса. Они с энтузиазмом выполняют все задания и по-настоящему влечены этим делом. Волонтёром я стала благодаря университету с первого курса. Наше руководство заинтересовало в интересной работе, помощи другим людям. Мы неплохо рассказываем экскурсии. Поэтому в основном наша деятельность приходилась на проведение экскурсий для наших иностранных гостей, для гостей города Бреста, республиканских акций. Нам это очень понравилось. И вот уже четвёртый год мы ведём эту деятельность, помогаем людям ориентироваться в городе, помогаем узнавать нашу богатую историю. Мне нравится помогать другим людям. Я некоторое время волонтёрил в детском доме семейного типа, затем я начал сопровождать иностранные, иностранные, иностранные группы по городу Бреста, провожать их. Мне это очень понравилось. Стремление к оказанию помощи другим людям – это важный критерий формирования личности настоящего человека. Ведь истинная человеческая ценность заключается в его умении совершать добрые дела, не ожидая выгоды для себя.